Доброе утро. Доброе утро. Как у вас самочувствие? Хорошо. Пожалуйста, масочки выдаем сейчас. Замер температуры тела, выдачи свежей маски. Так теперь начинается и заканчивается каждый день воспитателей 56-го детского сада. Все стерильно и, что важно, быстро. Замер производят бесконтактными градусниками. Только после этого педагоги проходят в группу к детям, где, как признаются воспитатели, внешние события не имеют никакого влияния. Дети все так же радостны, готовы играть с куклами и машинками, собирать конструкторы и учить буквы и цифры. Веселые, активные, ничего не изменилось. Все так же. Занятия, веселье, игры, все у нас так же проходит по плану. Режим уборки помещений в детском саду менять не пришлось. Здесь и до профилактических мер качественно наводили порядок. Все дезинфицирующие средства в учреждении заготовлены в полном объеме. Дошкольные учреждения – это то место, где всегда есть какой-то карантин, есть какая-то эпидемия, нет эпидемии. Настолько тщательно производится дезинфекция, уборка, контроль за состоянием детей, что волнений и каких-то вот таких ажиотажных моментов оно не имеет места быть. Регулярно проверяют в саду температуру и горло у детей. Такие временные медпункты находятся у каждого входа. Врач вносит все результаты осмотра в специальную таблицу. Родители с пониманием относятся к новым процедурам и не переживают о здоровье своих детей. Вижу, какой контроль здесь ведется за тем, что если вдруг заболевший ребенок, его обязательно изолируют от всей группы. Поэтому я очень спокойна за своего ребенка. Никаких опасений не имею. Если вдруг на утреннем осмотре у ребенка будет выявлена температура, то родителям рекомендуют сразу обратиться к врачу. Также их оперативно проинформируют, если у воспитанника появился жар в течение дня. Но пока с начала карантина в городе ни одного случая высокой температуры у детей зафиксировано не было. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Продолжение следует...